Предположим, что нам необходимо найти центральную вершину в ориентированном графе. Перед тем, как приступить к этой задаче, давайте определимся с тем, что же называется центральной вершиной. Предположим, что у нас есть некоторая произвольная вершина арграфа G, которую мы обозначим через V. Максимальное удаление, или говоря формально, эксцентриситет вершины V определяется следующим образом. Нам необходимо найти кратчайшие пути от всех остальных вершин до вершины V. И из этих значений выбрать максимальное. Оно-то и будет эксцентриситетом вершины V. Аналогично мы находим эксцентриситет для всех остальных вершин. Центральной вершиной, или центром арграфа, называется вершина, у которой эксцентриситет минимальный. Рассмотрим это на следующем примере. Нам дан ориентированный граф. Сверху записано выражение, которое позволит нам найти эксцентриситет вершины. Рассмотрим на примере вершины B. Кратчайшее расстояние от вершины A до вершины B равно 1. Кратчайшее расстояние от вершины C до вершины B равно 3. От вершины D до вершины B равно 1. И, наконец, от вершины E до вершины B равно 6. Эксцентриситетом вершины В является значение равное 6. На следующем слайде представлены эксцентриситеты для всех вершин графа. Мы видим здесь полученное нами значение 6 для вершины В. Обратите внимание, что для вершины А, которую невозможно достичь из других вершин, эксцентриситет равен бесконечности. Центральная вершина ориентированного графа называется вершина с минимальным эксцентриситетом. Таким образом, центром этого оргграфа является вершина D. Для того, чтобы найти центр ориентированного графа, необходимо выполнить следующие этапы. На первом этапе мы находим кратчайшие пути между парами вершин. Для этого мы можем воспользоваться, например, алгоритмом Флойда или алгоритмом Дейкстер, запустив его поочередно для каждой вершины графа. Полученные кратчайшие пути между парами вершин мы запишем в матрице А. На втором этапе мы находим максимальное значение в каждом столбце И этой матрицы А. Полученное значение является эксцентриситетом вершины И. И, наконец, на третьем этапе мы находим вершину с минимальным эксцентриситетом. Эта вершина и будет являться центральной вершиной оргграфа. На следующем слайде представлена матрица всех кратчайших путей для заданного ориентированного графа. Мы видим, что второй столбец этой матрицы содержит значение, которое мы с вами получили ранее для вершины B. В каждом столбце находим максимальное значение, тем самым получая эксцентриситеты соответствующих вершин. Здесь же мы встречаем тот самый эксцентриситет для вершины B равный 6. Центральной вершиной ориентированного графа называется вершина с минимальным эксцентриситетом. Для заданного графа это вершина D, чей эксцентриситет равен 5. Таким образом мы получили таблицу с вершинами и их эксцентриситетами, которые уже видели ранее. Проведем анализ алгоритма поиска центральной вершины в ориентированном графе. Первый этап поиска кратчайших путей между парами вершин потребует время равное O от N в кубе. Второй этап, в котором мы находим максимальное значение в каждом столбце, потребует время равное O от N в квадрате. И наконец выбор минимального эксцентриситета потребует времени равное O от N. Из этих значений мы выбираем максимальное, таким образом временная сложность данного алгоритма составит O от N в кубе. Продолжение следует...